Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борж. Раз в три года неравнодушные к общественной жизни женщины съезжаются со всей республики в Сыктывкар, чтобы обсудить важные проблемы. Об активной жизни Союза Женщин Республики Коми нам сегодня расскажет руководитель этого общественного движения Ольга Савастьянова. Ольга Викторовна, добрый день! Добрый день! Напомню нашим телезрителям, телефон прямого эфира 469060, также есть у нас ICQ, не забывайте, пишите и туда вопросы, к нашей гости, точнее вопросы. Но попросить я вас хотела вот как. Назвали мы сегодня эфир нас «Женщины меняют общество». Вот на ваш взгляд, женщины могут или это все только вот такая профанация и ничего женщины не могут? Вот ваши женские, мужские мнения мы сегодня ждем. Телефон прямого эфира 469060. Ольга Викторовна, немножечко про движение. Расскажите, сколько лет движению? Ну, движение в Коми, точнее, оно очень давнюю историю имеет в виду. Я имею в виду общественную организацию. Общественной организации 15 лет. Действительно, но как бы одной из особенностей организации является это ее преемственность, потому что раньше существовали женсоветы, и затем в начале 90-х годов была создана организация «Союз женщин» республики Коми. То есть, может быть, то, что касается непосредственно срока, он не такой большой. Если говорить о том, насколько женщины активно всегда принимали участие во всех проблемах общества, да, то есть независимо от того, входили они в какие-то организации или нет, то этот опыт достаточно богатый. Ну, я так понимаю, что завтра вам предстоит съезд. Со всей республики съезжается, да? Много человек-то съезжается. В соответствии с уставом, потому что есть организация, организация создана и работает, соответственно, по своему основному документу уставному. Один раз в три года проходят отчетно-перевыборные съезды. И вот сейчас, как раз завтра, 14 декабря, очередной 16-й съезд, и на этом съезде актив правления должны будут отчитаться о своей работе, обсудить проблемы, которые на сегодняшний день наиболее важны, актуальны для жителей республики Коми. Потому что, несмотря на то, что мы организация женская, у нас основной приоритет – это проблемы семьи и детства. Поэтому нас волнует, да, что у нас происходит в ситуации, в положении с семьей и детьми. Поэтому нам очень важно, с одной стороны, оценить собственную работу, что нам удалось за прошедший период. С другой стороны, критически осмыслив ситуацию сегодняшнего дня и те наиболее важные проблемы, которые есть, определиться, что и как мы будем делать дальше. И для нас в этой ситуации очень важно как раз и обсуждая эти проблемы, и оценивая эти проблемы, и определяясь в решениях, сделать это коллективно. Поэтому в съезде будут принимать участие представители всех региональных отделений городских, районных. Они у нас созданы во всех городах и районах. И вот в результате такого коллективного обсуждения будут определены задачи на следующий трехлетний период. Для сегодняшнего эфира мы сделали несколько заготовок. Спросили мнение, естественно, мужское мнение о деятельности Союза женщин Республики Коми и попросили несколько слов пожелания сказать. И начнем мы сейчас с мнения Алексея Семеновича Цыпанова, депутата Госсовета Республики Коми. Давайте посмотрим. Это очень активная половина жителей нашей республики. И во всех сферах, я считаю, что они очень активно и добросовестно работают. И кроме тех успехов в своей деятельности, я им хочу пожелать, конечно, крепкого здоровья, чтобы они были всегда красивые, чтобы они всегда нас радовали. Такое пожелание именно как к женщинам, а не как к общественницам. Аж какое пожелание бы вы хотели бы услышать? Какие слова важны для вас? Вы знаете, для меня очень важны, во-первых, слова Алексея Семеновича. И когда он дает такую оценку, я, естественно, как бы, зная его, мне очень многое слышится в этой оценке. Почему? Потому что он как раз тот депутат Государственного Совета, который очень много работает в своем округе. То есть он знает все проблемы своего округа, знает, наверное, ситуацию чуть ли не в каждой семье. Поэтому он очень хорошо понимает, вот насколько непросто на общественных началах решать эти вопросы. И, естественно, решать эти вопросы он видит о том, как в этом участвует женское движение. Что касается непосредственно пожеланий, которые хотела бы услышать я. Потому что мы их несколько еще сегодня услышим, да, ну вот, может быть. Вы знаете, в нашей работе, вот что такое общественная работа, да, если вот поколение, которое жило в советское время, оно прекрасно помнит, что была-то одна крупная профсоюзная организация, одна там женская, одна партия, молодежная организация. И эти организации не только были массовыми, но было понимание у всех, руководителей предприятий, организаций, что это важно, нужно. Если человеку нужно было куда-то отлучиться по общественным делам, что-то сделать, все относились к этому с большим пониманием. Сейчас заниматься общественной работой крайне сложно. Крайне сложно, потому что любой человек, который где-то либо работает, у него есть своя профессиональная деятельность, уже то, как он трудится, он оценивается с точки зрения, насколько он конкурентоспособен по сравнению с остальными, да. То есть он постоянно должен показывать хорошие, солидные, серьезные результаты. Естественно, руководителю для того, чтобы предприятию, организацию быть конкурентоспособным, не очень-то важно и нужно, чтобы человек еще занимался какой-то общественной работой, да. Поэтому и трудиться, и вести какую-то общественную нагрузку, это сегодня очень сложно. И не каждый решается взять на себя эту очень непростую ношу, не только с точки зрения, где найти время. Эта работа, она требует очень серьезного напряжения душевных сил. И поэтому, что бы я хотела пожелать, вот с тем, чтобы как можно больше результатов было, и люди бы более полно ощущали деятельность тех общественных организаций, только наши, которые в республике есть, три вещи. Первое, очень важное, это ценить тех, кто на себя этот нелегкий труд берет. Второе, что я хотела бы пожелать, очень важно, и без чего никогда не получится никакое дело, это взаимопонимание. Вот когда нет этого взаимопонимания, даже когда у тебя есть желание, что-либо создать и сделать очень сложно. Руки опускаются просто. И третье, в этой работе, тех, кто этим занимается, это, конечно, огромного терпения. Вот я думаю, что если будут эти проблемы очень много, но это, может быть, те основополагающие, которые помогут. Это, думаю, важные вещи. Предлагаю еще одно мнение и еще несколько слов пожеланий посмотреть. От Владимира Алексеевича Кусова, председателя Комитета Госсовета Республики Коми. Давайте посмотрим. Женщины в настоящее время являются не такой угнетенной половиной человечества, как была раньше. Я боюсь даже сказать большее, что женщины сейчас являются одним из движущих сил, по крайней мере, и в мире, а в нашей стране это точно. Природа так создала, что и мужчина, и женщина должны что-то приносить. Женщина – доброту, красоту, нежность. Мужчина – силу, мужество. И из этого складываться, из этого будет эволюция. Если будет дальше идти такими темпами, то я боюсь, что надо будет создавать мужское движение. Я хочу, чтобы женщины оставались женщинами, чтобы мы их ценили за их красоту, за их нежность, за их доброту. Ну, не знаю, лично мне хочется, лично надеяться, что большинству состоящих в союзе женщин Республики Коми удается сохранять свою женственность, красоту, по крайней мере, как вам это точно. Конечно, вот нужно ли прислушиваться к такому мнению? Мужчины должны вот этим заниматься, а женщины, вот их дело – красота, любовь, внимание. Или все-таки? Ну, вообще, Владимир Алексеевич, он всегда особой мудростью отличался, да, и, по сути, в своем очень таком небольшом ответе послал несколько таких сигналов, очень важных, да. Во-первых, что касается предназначения, моя личная позиция, позиция нашей организации заключалась в следующем. Мы никогда не говорили, и я не хотела бы брать на себя ответственность, и не хотела, чтобы дело-то кто-то в отношении того, чтобы определять, кому чем в жизни заниматься, да. Вот тебе там политикой заниматься, тебе наукой, тебе там всю жизнь семье посвящать и так далее. Мне кажется, что как раз у каждого человека, независимо от того, мужчина он является или женщина, должно быть право самому решать свою судьбу и определять, кем он в этой жизни хочет быть. А вот забота общества и государства должна состоять в том, что когда человек такое решение принимает, общество должно предоставить ему эти возможности. И когда, допустим, вот очень многие ведь женщины сталкиваются с тем, кто желает себя посвятить политике, да, с таким стандартным или, как мы говорим, стеклянным потолком. Нет, вам это не место, да. Вот, знаете, у кого-то хорошо в политике получается, у кого-то получается в общественной деятельности, у кого-то в научной, все мы очень разные. И вот в зависимости от того, что присуще каждому человеку, общество оценивает этот потенциал, должно дать человеку возможность его реализовать. Другой очень важный момент, о котором говорит Владимир Алексеевич, я не могу с ним не согласиться, что действительно за последние 10 лет статус женщины в российском обществе очень сильно изменился. Он вырос и вырос значительно, а статус мужчины практически не поменялся. И он прав в том, я когда-то шутя говорила, что говоря о гендерном подходе, о равенстве прав и возможностей, да, что политика должна строиться таким образом, что она должна учитывать женщины и мужчины, они разные. У них есть право на эту разность. И эта разность, она должна обязательно учитываться, когда важнейшие государственные решения принимаются. И вот я не исключаю, что сегодня об этом гендерном подходе нужно говорить, если мы вчера говорили, потому что нужно было поддержать женщину, то сегодня об этом нужно говорить, чтобы поддержать мужчину. Потому что, да, есть такие очень серьезные перекосы в социальной политике, да, когда мужчина оказывается социально незащищенным во многих вещах, и поэтому, наверное, мы сегодня имеем такой очень серьезный разрыв, показатели в продолжительности жизни, когда у нас женщины живут практически на 12 лет дольше, чем мужчины. Вот это вот тот нездоровый перекос, поэтому это то, чем нужно заниматься. И предлагаю еще одно, еще несколько слов пожеланий услышать от первого заместителя, председателя Госсовета Республики Коми Валерия Петровича Маркова. Для меня женское движение – одно из самых старых общественных движений в Республике Коми. Во главе этого движения стояли очень интересные женщины. Можно взять Ирину Кирилловну Устинову, можно Кравченко Алины Николаевны попозже. Но последнее, то, что, скажем, мы видели, это Ольга Викторовна Савастьянова. За ними немало дел очень интересных в Республике. Может быть, пожелать побольше контактов с самыми разными иными общественными движениями, которые есть у нас в Республике, которых становится из года в год все больше и больше. Ну вот названы имена только трех представителей союза, но в целом вас же очень-очень много, я так подозреваю. Ну, вы знаете, я думаю, что времени, наверное, было не так много, да, потому что Валерий Петрович, который очень хорошо знает Республику и людей в Республике очень хорошо знает, и он мог назвать очень многие имена. Я хочу сказать, что в нашей организации есть свои традиции, и одна из этих традиций заключается в том, что мы никогда не боялись брать на себя решение очень сложных проблем. И это получалось благодаря тому, что и во главе организаций, и в составе правлений всегда были очень яркие, по сути, масштабные героические личности. Вот была названа Ирина Кирилловна Устинова, к сожалению, недавно ушедшая из жизни, Александра Петровна Батманова, она тоже ушла из жизни. Очень много, вот я бы хотела такие фамилии назвать, и Ирина Михайловна Микайлянц, и Людмила Николаевна Лобанова, и Альбина Васильевна Соколова, Роза Михайловна Сажина, то есть люди, там, Ангелина Павловна Беляева и так далее, то есть действительно люди, которые пользуются очень большим авторитетом. И благодаря этому авторитету удавалось решать очень многие вопросы, потому что вот организация, и второй ее особенностью является то, что нас не интересовали мероприятия как таковые, да, что нужно вот проводить какие-то мероприятия. Для нас очень важно было создать механизмы для решения определенных проблем. Тем более, когда создавалась организация, мы жили в том очень непростом периоде, когда было вообще непонятно, как эти проблемы решать. И очень многие технологии нужно было просто думать, придумывать, создавать. А сегодня они, в общем-то, успешно используются очень многими другими организациями. Вот, к примеру, у нас очень большая республика, нам очень сложно вот приглашать по одному человеку здесь учить. Тем более, важно это не просто человека одного научить, важно создать команду единомышленников. Вот мы создали такую мобильную бригаду по правовому просвещению, которая объехала все регионы, и удалось вот так сформировать такие команды единомышленников, научить людей эту работу проводить. К примеру, когда нужно было оказывать женщинам юридическую помощь, бесплатную юридическую помощь, а это тоже для семьи достаточно серьезная проблема, мы создали такой институт, как социальная адвокатура бесплатной, или общественные институты полномочены по правам женщин, тогда, когда даже государственного института такого не было. Я так понимаю, что за эти годы достижений очень много, и успеем мы еще о них рассказать, но сейчас нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу. Напомню, телефон прямого эфира 46 90 60, также есть ICQ, не забывайте, пишите, ну и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случа из практики», и сегодня мы говорим о деятельности общественной организации «Союз Женщины Республики Коми», и напомню, что у нас в гостях сегодня руководитель этой организации, Ольга Викторовна Савастьянова. Я вас перебила, но предоставлю дальше слово. Ну, я как раз говорила о том, что для организации очень важно создание таких механизмов, которые, проекты заканчиваются, а механизмы для решения проблем остаются. И вот это является как бы одной из нашей особенностей. Другая особенность то, что вот нами не просто были созданы какие-то такие интересные технологии, которые позволили решать проблемы конкретных людей. Эти технологии сегодня очень активно используются и в республике, и не только общественной организации, а органами власти, и в России, и за рубежом. К примеру, сейчас просто буду говорить, и у некоторых может это вызовет уделение, потому что это стало нашей практикой. Вот все знают, везде существуют общественные приемные, но первую общественную приемную, как такую технологию, она была придумана нашей организацией, и начала работать при нашей организации. Первый общественный договор с главой республики, когда был Юрий Алексеевич, мы тоже его очень долго там разрабатывали, продумали, создали. Вот, к примеру, то, что сегодня пользуются практически все семьи, родовой сертификат, это предложение Союза Женщин России. Мы в свое время предложили провести в республике День Матери, это был республиканский праздник, сейчас этот праздник отмечают в России, он стал общероссийским. Есть очень много вопросов, в отношении которых мы, вот, есть то, что мы реализуем здесь, делаем сами самостоятельно, а есть то, когда мы пытаемся повлиять на решение этих вопросов на уровне органов власти, либо республиканской, либо федеральной. И вот я могу сказать о том, что два года назад нашей организации была разработана очень большая комплексная программа по решению проблем семьи. В прошлом году, вот, очень многие предложения, которые мы давали, была принята стратегия детства на российском уровне, и практически все предложения, которые мы давали, они в этой программе учтены. Для того, чтобы все-таки голос семьи был слышен, при Комитете по социальной политике создан семейный совет, и все законопроекты, которые обсуждаются, они проходят экспертизу именно самих семей, а насколько тот или иной закон может повлиять на самочувствие. Мы очень много внимания уделяли вопросам духовно-нравственного воспитания, вопросам борьбы, не только борьбы, там, с алкоголизмом за здоровый образ жизни. Очень много предложений наши были внесены в законопроекты на федеральном уровне. Они не просто были внесены, они были учтены, и сегодня эти нормы приняты. То есть наша задача сегодня не только решать какие-то вопросы самим самостоятельно, но делать так, чтобы власть, прислушиваясь к общественности, в интересах наших граждан, тоже принимала соответствующие решения и законы. Реальные дела реальных людей. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам самые интересные идеи предлагают? Чаще всего, молодежь или все-таки женщины, которые уже имеют определенный жизненный опыт? Спасибо большое. И я еще сразу свой вопрос заполню. А молодых-то много в ваших рядах? Вы знаете, это... Нет, вот здесь я как раз похвастаться не могу. И это одна из проблем. У нас даже в решении, в проекте, вот проект, вчера мы обсуждали направление, в проекте решения есть такой пункт с тем, чтобы создать такой молодежный клуб, где больше привлекать молодежи. Потому что на самом деле на сегодняшний день в организации очень много тех женщин, которые, в общем-то, уже имели по жизни этот опыт либо в молодежной организации, либо в иной. Хотя вот сейчас состав правления практически на 50% обновляется, и приходят абсолютно новые интересные люди. Но сказать о том, что большинство составляет молодежь, к великому сожалению, я похвастаться этим не могу. И хотя очень много мероприятий и различных акций мы проводим с учебными заведениями, мы с ними очень дружим и сотрудничаем, привлекаем. Кстати, студенты у нас даже практику проходят, мы там заказываем дипломные работы по определенным темам, очень много совместных мероприятий проводим. То есть вот как участники, как волонтеры, как добровольцы, молодежь есть. Если мы возьмем в целом движение по составу участники, то молодежь, конечно, составляет меньшинство. Это для нас серьезный минус. Если у вас есть активная жизненная общественная позиция, идите, помогайте. Предлагаю сейчас еще несколько добрых слов, пожелания услышать на сей раз от молодых участников нашего эфира, от студентов Соктовкарского лесного института, ну и, естественно, тоже молодых людей. Я бы хотел женщинам всем пожелать вечной молодости, успехов в учебе, в карьере, чтобы во всем у них все получалось всегда. Если с точки женского движения, то я им пожелаю добиться своих прав, чтобы их услышали, приняли их точку зрения. Хочется пожелать, чтобы они добились именно того, чего они хотят показать, и добиться этого. Хочется пожелать, ну так, как мы разговариваем про женское движение, чтобы этого движения было больше, чтобы они продолжали это движение. Хочется, чтобы девушки ничего не боялись, чтобы они добивались своих целей, и то есть, чтобы не было такого, что это мужская профессия, это женская, пускай будут и там женщины, и мужчины, и там женщины, и мужчины, чтобы было все наравне. А вот как вы думаете, то, что молодых девушек в движении не так много, как хотелось бы, это связано с боязнью, как молодой человек сказал, нерешительностью какой-то? Нет, я не думаю, что это связано с боязнью или с нерешительностью. Я думаю, что основной, с моей точки зрения, проблемой является то, что у людей молодого поколения, то есть можно взять и старший школьный возраст, учащихся в профессиональных учебных заведениях, и высших, и не высших, у них нет опыта этой работы, у них нет опыта, а когда, не просто опыта, вкуса. Потому что, когда дети учатся в школе, когда в учебных заведениях, если они не работают в этой общественной организации, зачастую они не представляют, что это такое. Они не только не представляют, что это такое, они и не видят преимущества, собственно, для себя. Потому что, вот я глубоко убеждена, и я очень жалею о том, что у нас нет детских таких массовых организаций, особенно сейчас, когда у нас семьи практически состоят из одного ребенка, то есть и в семье, вот раньше семьи были большие, и вот из-за того, что было много детей, дети, которые вырастали, создавали семьи, у них не возникало проблем, как строить отношения, они этому уже научились. У нас как бы и в семье сегодня ребенку, да, общаться фактически не с кем, и нет таких организаций, а организация это что? Она ведь учит детей, учит жить, учит решать проблемы, учит строить отношения с друг с другом, и она формирует вот этот вкус потребностей к общественной деятельности, что-то делать. И когда вот этот этап очень важный, он выпущен, пропущен, потом вовлекать этих ребят очень сложно. Да, но мы здесь полны оптимизма, этой работой надо заниматься, несмотря на все проблемы, и я думаю, что все равно как бы есть, тут может быть и наша вина, что мы в какой-то мере не настолько настойчивы, но решить этот вопрос можно. И еще несколько слов пожеланий. Я, знаете, хочу добавить, не зря, очень не заметили или нет, когда ребята отвечали, висела такая табличка, там написано, лес рубят, щепки летят. Вот это очень хороший девиз, надо браться, а когда берешься, всегда получится. Повторюсь, еще несколько слов пожеланий на сей раз от наших телезрителей. А вы знаете что-то о нашем союзе женщин Республики Коми? Ничего не знаю. Нет, не знаю, мы же мужчины. О женском движении, а что за женское движение? Нет, сожалею, не знаю. Союз коренных женщин, я вот такой знаю, а союз женщин нет, не знаю. Ну, наше женское движение Республики Коми. Вот как вы считаете, какие вопросы должны решать участницы вот этого женского движения? Ну, наверное, в первую очередь воспитание детей. Ну, ну, причем материнство, детство, это самый больной вопрос у нас в России. Потому что без материнства, без, а хорошее отношение к детям у нас не будет будущего. Это очень важный момент. Ну, в основном мужчины решают вопросы. Я не думаю, что женщины что-то смогут решить. В декабре будет съезд союза женщин Республики Коми. Что бы вы пожелали? Чтобы у них получилось все, что они хотят. Здоровья, красоты, счастья. Только это, ну и денег, дай бог. Счастье, самое главное. Чтобы хорошо жилось нашим женщинам. Пожелал бы, наверное, удачи, каких-то возможностей для решения проблем, вставленных задач, процветания, возможно. Ну, чтобы продвигались и делали что-нибудь приятное, полезное. А самое доброе пожелание, чтобы у них все планы, которые они наметили, сбылись. Ведь будут лошади подкованное счастье. К сожалению, у нас уже нет времени, чтобы прокомментировать этот сюжет. Не могу не задать еще один вопрос. В последнее время мы вас очень редко видим в Республике Коми. Вы от нас уехали? Ну, да, сейчас я живу и работаю в городе Москве. Работаю в исполкоме Общероссийского народного фронта. Поэтому, к сожалению, и для себя бываю здесь достаточно редко. Но отношения с Республикой своей я не разрываю. Это все-таки здесь мой дом. Он всегда моим домом останется. Завтра у нас будет съезд, будет избрано новое правление. Но я планирую, если меня изберут, остаться и помогать нашему движению и тем жителям, которые останутся здесь. Если есть ли те проблемы, которые будут, будут требовать моего внимания. То есть вы не будете уже руководителя общественной организации, но при этом вы помогать будете. В составе проблем я не останусь. Да, завтра мы планируем избрать нового руководителя. И я, пользуясь возможностью, конечно, хотел бы поблагодарить весь наш актив и актив в правлении, и актив в наших городах, районах. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали. Я уже об этом говорила. И учебные заведения. У нас очень такие хорошие налаженные связи и сотрудничество и с библиотеками, и с музеями, и с социальными службами, учреждениями, и с органами власти, и муниципальной, и государственной. И благодаря вот именно такому взаимодействию удалось очень многое сделать. Поэтому я очень благодарна и надеюсь, что новый состав и новый актив эти традиции продолжат. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях была руководитель общественной организации «Союз женщин Республики Коми» Ольга Викторовна Севастьянова. Спасибо большое вам. Спасибо, доброго. Удачи. Ну а следующий эфир программы «Случай из практики» посвящен Всемирному дню чая. Вместе с ведущей чайной церемонией Еленой Кудиновой будем разбираться в сортах чая и научимся распознавать качественный напиток. До встречи. А сейчас небольшой комплекс упражнений от мастера спорта по художественной гимнастике Карина Семенова. Внимание, подзарядка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова